Ученые Казахского агротехнического университета разработали рекомендации по проведению пассивных работ в Карагандинской области. Свою программу они представили на традиционном заседании Агросовета, который в этом году состоялся в селе Щербаковское Нуринского района. Участие в Агросовете принял первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Сельскохозяйственное предприятие Кайнар является одним из передовых диверсифицированных хозяйств области. Оно специализируется на выращивании зерновых культур и животноводства мясного направления. На выставке предприятие представило свой племенной скот и сельскохозяйственную технику. Также Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов осмотрел социальные объекты в селе Щербаковское – семейно-врачебную амбулаторию, школу и спортивно-оздоровительный комплекс. Необходимо добиться системного увеличения производства сельскохозяйственной продукции. А именно, показатель производительности должен составить 107% от прошлогоднего уровня. Для этого необходимо максимально использовать все имеющиеся резервы. Об этом шла речь на Агросовете. Согласно меморандуму, заключенного между Министерством сельского хозяйства и Акиматом области, по диверсификации площадей посева Акиматами районов, приняты действенной мерой по увеличению в текущем году площадей посева зерновых и зернобобовых культур до 815 тысяч гектаров, масличных до 14 тысяч, кормовых до 51, картофеля до 16 и овощей до 3500 гектаров. Также было отмечено, что имеющейся техники достаточно, чтобы провести посевную в оптимальные сроки. Начать работы планируется 15 мая. На поля выйдут 20 тысяч единиц сельхозтехники. Карагандинским аграриям выделено 19 тысяч тонн льготного дизельного топлива. Проблемная ситуация с доставкой ГСМ разрешилась при содействии властей. О достижениях доложили и сельхозпроизводители. В частности, руководитель предприятия Кайнар рассказал об успехах в животноводстве. В аулекольской породе удачно сочетаются скороспелость, высокий выход и качество мяса, ткамолость, обердно-ангусы, высокий потенциал роста, тяжеловесность туши, отсутствие излишнего и лишнего жира, шарали, вкусовые качества мяса и приспособленность к экстремальным условиям казахской белой головы породы. В работе агросовета принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Он рассказал о преимуществах сельхозкооперации, подробно остановившись на мерах государственной поддержки. Предусмотрено приоритетное кредитование кооперативов фондом финансовой поддержки сельского хозяйства с погашением первоначального взноса за счет инвестиционных субсидий. На поддержку сельхозкооперации государством в текущем году направлено 50 миллиардов тенге, из них по продуктивной занятости 27 миллиардов тенге и через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 23 миллиарда тенге. На встрече шла речь и о проблемах. Поднимались вопросы по инвестсубсидиям, доставке минеральных удобрений. А тем области Ерлан Кушанов заявил, что власти готовы решать совместно все проблемы. Я готов решать, потому что это моя задача. Президент мне поручил эти все вопросы заниматься вместе с вами. И ваши вопросы, я обязан этим заниматься. Поэтому я и приехал сегодня послушать вас, постарался так, открыто поговорить. В работе Агросовета также приняли участие представители Казахского агротехнического университета имени Сейфулина, с которым Акимат Карагандинской области заключил меморандум о сотрудничестве. Ученые разработали рекомендации по проведению весенних полевых работ. Андрей Тенулжас Гамбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 этнокультурных объединения Карагандинской области получили премии в размере 700 тысяч тенгей из рук главы региона Ерлана Кушанова на мероприятии, посвященном Дню Единства. Планируется, что эти деньги пойдут на приобретение костюмов, оборудования и другого необходимого реквизита. Также глава области предложил провести в шахтерской столице грандиозный гала-концерт с участием всех известных исполнителей, родиной которых является Карагандинский регион. Денежные сертификаты получили 23 этнокультурных объединения области. Церемония награждения состоялась в Доме дружбы в преддверии Дня Единства. Аким области Ирлан Кушанов не просто провел очередное заседание членов Ассамблеи народа Казахстана, а дал возможность высказаться каждому. Лидеры этнокультурных центров поделились впечатлениями от поездки в Астану, где участвовали в расширенном заседании Ассамблеи. Идет настоящая война и попытка нравственно дезинтегировать общество, причем с применением самых новых информационных технологий. И это идет по пиметру всех конфликтов сегодня мировых и региональных. И угрожает стабильности в нашей стране. Поэтому работа по модернизации общественного сознания, кропотливое синтезирование и сохранение национального кода, как об этом говорит лидернация, должно стать существом повседневной работы ученых, практиков, объединенных в Ассамблее народа Казахстана. В дружественной встрече также приняли участие спортсмены, студенты и представители неправительственных организаций. Рекордсменка Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова рассказала о гордости, которую испытывает каждый раз, когда в чужих странах поднимается флаг нашей страны. Я стала дважды бронзовым призером на двух дистанциях. И когда я стояла на пьедестале, звучал наш гимн, поднимался на наш флаг. Я испытывала особое чувство гордости за нашу страну. Я знала, что меня поддерживают мои земляки, все казахстанцы. В тот момент я просто понимала, что являюсь частью сильной и могущественной страны. И это незабываемое ощущение. Ради этого стоит жить. И, несомненно, наша сила в единстве. И мы обязательно добьемся новых побед. Ерлан Кушанов пожелал побед всем спортсменам. Возможность высказать свое мнение и поздравить карагандинцев с Днем Единства получили не только участники встречи, но и моногорода и районы. Они присоединились к мероприятию через интернет. В завершении глава области предложил жителям региона провести грандиозный гала-концерт с участием бывших карагандинцев, которые сейчас живут в других городах и странах. И бывшие карагандинцы сегодня живут в разных уголках мира. Многие скучают по своей родине и, думаю, готовы принять участие в ее судьбе. И среди наших земляков есть много успешных людей, больших артистов. Я предлагаю пригласить их всех в Караганду и устроить большой гала-концерт. Это мое предложение. Это, возможно, ретом или осенью. Занавес торжественного собрания закрылся обращением к карагандинцам и презентацией песни «Елем Менгалек Ель». Айом Амрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова